В школьном учебнике лизосомы описаны как отдельная органа ДО-брёвка. На самом деле это один вариант в медико, то есть микропозырьков, которые образуются на лектиосоме, которые заполняются гидролизными ферментами, гидролазами. Гидролиз – это реакция расщепления сложных веществ с участием воды. Такой физиологический процесс в наших телах идёт только за счёт гидролиза. Какой важный процесс в вашем теле – расщепление сложных веществ с участием воды. У нас есть участок полиэффективной цепи. Эффективная. Что произойдёт, если фермент оторвёт, вот так вот, порвёт пептидную связь? А, молния. Тут же произойдёт. Присоединяется вода. Ага. А если фермент умеет присоединять воду? А если… Пептидная связь с водой восстановится. Она, конечно, сразу опять восстановится. Нельзя переварить ни одно вещество, ни белок, ни углевод, ни нуклеиновую кислоту. Если бы фермент просто рвал связь нежномномерно, это что значит? Вот это спаренные электроны, ок, и разрываются. Здесь осталось не спаренные электроны, и здесь осталось не спаренные. Что они в следующую долю секунды сделают? Сперица. Опять соединят, обеднят орбитальность. То есть вы порвали связь, она жила, опять замкнулась. Порвали, она опять замкнулась. И так можно до бесконечности. Чего бы добиться можно в одном-кенском случае, если параллельно расщепить молекулу вот такого ящика. Что это за ящика? Вода. Вода. Вот теперь, будет ли обратно подсоединяться эта аминокислота? Нет, не будет. Вот такой процесс расщепления сложной молекулы на простые компоненты с участием воды, без воды этот процесс не проходит. Это и называется реакцией гидролиза. Ну и при каком важном физиологическом процессе используются реакции гидролиза у нас с вами? При переваривании пищи. Все наше пищеварение основано на гидролизе сложных веществ. Ферменты, которые ведут эти процессы, называются гидролазами. Лизосома – это визикула, заполненная гидролазами. А значит, для какого процесса будет использоваться? Для пищеварения, совершенно верно. Для пищеварения. Только для хитрового варианта пищеварения, которое будет проходить. Не в желудке, не в кишечнике, а внутри каждой клетки. Внутри клеточное пищеварение. Это первая, главная задачка лизосома. Но еще вторая задачка. Что будет, если прямо внутри клетки лизосома разорвет свою мембрану? Вот она находится внутри клетки и взяла вскрылую мембрану. Что произойдет? В сопласти появится новое вещество. А что за вещество? Вот у вас есть клетка. Вот она. Органоиды не есть. Здесь самая разная сложная, сверхсложная структура. Как-то здесь взаимосвязаны друг с другом. Все слабо. А мы в деле вот в этом участке вскрыли лизосомы. Лизосомы содержат гидролизные ферменты. Что произойдет? Они начнут просто все вокруг лезть. Разумеется. Из каких материалов построены органоиды? Из белков, жиров, углеводов и так далее. Что с этим материалом не сделают гидролазы? Разорвут клетку. Начинают разрывать на мономеры. Что с клеткой? Смирает. Бах. Это один из вариантов программированной смерти. Это вам только кажется, что каждая клетка, чтобы вы были живы, каждая клетка вашего тела должна изо всех сил стремиться сохранить свою жизнь. Для большинства клеток существует строго отмеренное время существования. После того, как это время завершилось, что должна сделать клетка? Переварить. Программированная самоубийство. Несколько разных путей саморазрушения клеток. Вот этот случай будет называться аптэ лизис. Саморастворение. Клетка, грубо говоря, переварила свое содержание. Во что превратились все ее клеточные структуры. Мономеры. А можно их использовать теперь в качестве стройматериала или топлива другим клеткам? Да. Можно. Совершенно нормальный сценарий развития событий для многоклеточного организма. Какая-то деталька отработала свое. Мы эту детальку разбираем как с конструктором лего. Разбираем на отдельные кусочки. И остальные участники живого организма используют эти кусочки в своих необходимостях. Иногда еще лизосом называют на СССР самоубийцей. Так все, что нужно для самоубийц. Если активировать лизосом внутри клетки, произойдет автолиз. Идея понятна? Угу. Хорошо. Теперь одна из самых известных групп органойдов, о которой говорится даже в младшей школе, когда немножко говорят по клетке, гукуоли. Большая, иногда просто огромная, мембранная пузыри внутри клеток. Так вот, гукуоли бывают разные. И мы начнем первоначально с такого типа гукуоли, который у нас, у животных, не бывает ни тогда. Зато этот тип гукуоли характерен для растений и грибов. Большая, центральная гукуоли. Первый тип гукуоли – большая, центральная гукуоли. Сейчас увидите, почему у животных не бывает, а у растений грибов бывает. Связано все с подвижением. А значит, с возможностью менять форму клетка. Скажите, какая возможность у представителей какого царства должна быть выросла существенно больше? У растений, грибов или у животных? У животных. Мы с вами активно двигаемся. В честь нашего тела должны отлично уметь менять форму. Для растений эта задачка актуальна или не актуальна? Нет, нет. Для грибов нет. Конечно. Продержание формы у растений, грибов против бактерий ведется за счет клеточной стенки. В очередной раз спрос, как прось бы не путать, с нижней мембраной. Клеточная стенка – это кутляр, который надет снаружи на живую клеточку. Разберем на примере модели футбольного мяча. Футбольный мяч состоит из двух деталек. Из внутренней камеры и внешней покрышки. Давайте разберемся. Покрышка. Вы взяли одну покрышку от футбольного мяча. Вы ее снять можете? Если дури. Еще раз. Это одна покрышка. Покрышку вы надуть можете? Нет. Ой, нет, нет. Вы камеру надуть можете, а покрышку вы категорически не можете надуть. Она как-то даже не приспособлена ни разу. Прежде всего, она не герметична. Итак, если у вас покрышка, смять вы ее можете. А это значит, можно ли ее назвать жесткой и прочной? Нет. А вы так, видите, порвать ее можете? Нет. Она прочная на разу. Она прочная на разу. Совершенно верно. Гибкая и прочная на разу. Ваша задача построить скульптуру одноногого камера. Или еще как-то. Спрессовать их. Нет, прессовать их не имеете права. Вы начали их просто склеивать друг с другом и все. Скажите, а удастся ли построить какую-нибудь скульптуру? Да, в ряду. Да нет, они же гибкие. Подействуем силу тяжести. Что будет с детальной вашего камера? Вы его вот таким хотите сделать? Что будет с его вытянутой камерой? Вопрос повиснет, как сосиска. Уши обвиснут, нос обвиснут. Нежесткая конструкция. А теперь, если вы взяли в покрышки, вставили камеру и накачали как следует, под высоким давлением. Какое новое свойство появилось в целом футбольного мячика? Не твердость. Упругость. Способность восстанавливать форму после снятия наружки. А вот из таких накачанных футбольных мячиков можно ли склеить скульптуру? Да. Да, завтра. Будет держать форму. Клетки грибов растения протист поддерживают свою форму как раз исходя из этого применения. Итак, имеем саму клетку. Ее внешняя граница – это плазмолема, это мембрана, которая ни разу не прочная. Это вообще мыльный пузырь. В текущий слой поверх мембраны одета клеточная стенка. Кстати, все клеточные стенки на свете коричные. Размер короб такой, что сквозь них могут пролезать молекулы даже крупнейших веществ. Долки и проходят. Клеточные стенки мешают или не мешают? Самые разные вещества из внешнего раствора подходить к плазмолеме. Нет. Не, не мешают. Спокойно. А контролировать проход веществ к клетку – это уже задачка плазмолема. Ну, да, да. Хорошо, отлично. А теперь, для того, чтобы система получила упругость, надо ее накачать. То есть создать более высокое внутреннее давление. Предлагайте метод. Как будем накачивать клетку изнутри? Всех впускать, никого не впускай. Кого именно впускать соберетесь? Ведь часть веществ свободно проходит сквозь фотополебидную мембрану. Просто незамечательно. Надо такие вещества, которые входят, но не могут выйти. Предлагайте, что это зависит. Скорб белки? Белки целиком. Не, ну, бывают случаи, когда прям вот молекулы белка целиком перетягивают. Ну, я вам скажу, задачка. Уж больно здоровый участник. Да, честь всего, ион просто отдельный. Давайте смотреть, что произойдет. Где же активировать белки насоса, которые закачивают из внешней среды определенные ионы. Вот, где-то закачивать. Как это скажется на изменение концентрации воды в стакане? Ну, не. Воды. Да не изменится никак. Никак не изменится. Кладко. Беру стакан, наливаю его водой. Допустим, дистиллированной водой залил вода, да? Сколько процентов воды находится в отмечестве? Ну, если вода дистиллированная, условно можно считать, что 100%. Всыпал первую ложку сахара. Всыпал вторую ложку сахара. Всыпал третью ложку сахара. То есть, с возрастанием концентрации растворимых веществ. Что с концентрацией воды будет? Уменьшается. Уменьшается. Ведь их сумма концентрации должна равняться 100% для данного вещества. Если вы увеличиваете количество веществ, у вас концентрация растворителя при этом падает. А если ионы, они так окружены водой в эти поли. А это не важно. В данном случае это совершенно не важно. Вода ведь не замечает мембрана. Вода может свободно ходить туда-обратно. Это ионы обратно не выберут. Если это туда-запилка. Вы здесь повысили концентрацию ионов. Как это скажется на концентрации воды? Ребята, А плюс В равняется С. С в нашем случае 100% концентрация. Мы увеличиваем значение А. С изменится не может. Уменьшается. Хорошо. Уменьшаем значение В. С изменится не может. А увеличивается. У вас 100% состава раствора состоит из воды, от ворот, плюс растворимое вещество. Если вы увеличиваете концентрацию растворимых веществ, 100% изменится не может. Что с концентрацией воды? Вы это увеличиваете. Вода уменьшается. Вы уменьшаете концентрацию воды. Что с концентрацией растворимых веществ? Увеличивается. Если вы меняете концентрацию одного из веществ, второй изменится автоматически. Потому что сумма всегда остается в константе 100%. Весь растворимых веществ. Мы повысили концентрацию йона внутри клеток. Что с концентрацией воды? Что с концентрацией воды? Уменьшилось. Теперь вспоминайте, в какую сторону всегда идет диффузия. Избольной концентрации меньше. Совершенно верно. А мембрана влога держит или не держит? Нет, не держит. Йоны выстучить сами не могут. Что начнет делать вода? Куда? Начнет входить в клетку. По какой причине? Дело в том, что концентрация воды в клетке упала. Почему упала? Потому что мы повысили здесь концентрацию растворимых веществ. Воды здесь стало меньше, чем здесь. Что сделает вода? Захочет туда прибавиться. Пойдет в клетку. Как называется вот этот процесс? Это хитрый декор. Из полупроницаемого металла. Как это называется? Осмос. Осмос. Пошел космос. За счет космоса новые и новые порции воды проникают внутрь клетки. Что с давлением внутрь клетки? Если у вас все новые порции воды пошли в клетки. Увеличивается. Давление в клетке поднялось. Что с упругостью системы? Вы накачали футбольный мяч. Теперь эта клетка будет сама держать форму. А теперь она сама держит форму за счет уплощения. Контрольный вопрос. Это же два контрольных вопроса. Значит, первый контрольный вопрос. Берем два разных растения. Одни растения растут где-нибудь на подмосковных лужах. А вторая группа растений растет вот здесь, недалеко, по пути на татарку. Может быть, их видели. Такие красного цвета, мясистые травки, почти сферическими листьями. Солянки. Растут они на солончаках. Вот там, где солончак, там, где очень высокая концентрация солей в почвенных водах, там растут солянки. Вопрос. Не исследуя растения, выскажите свое предположение. В предках каких растений, подмосковных или солончаковых, меньше концентрация воды, а, соответственно, больше концентрации растворимых веществ. Повтори вопрос, пожалуйста. В каком растении больше? Больше чего? Концентрация воды. Концентрация воды в цитоплазме каких растений выше? Растения с подмосковной лужайки или растения с солончаковых? В солончаковых, наверное, должно быть больше концентрация других веществ. Если у вас больше концентрация других веществ, другие вещества, это В, значит, соответственно, вот это А, это вода. Поэтому концентрация воды, значит, не меньше. У солончаковых растений вы абсолютно правы. Вы совершенно правы. Потому что, что произошло, если бы вы взяли и какую-нибудь подмосковную маргаритку или мать-мальчика высадили на солончаке? Нет. От чего бы растение умерло? От избытка соли. Нет, неверно. Соли не могут сами попасть в растение, как вы делаете. Недостатка воды. Оно бы высохло. Что произошло бы с водой в цитоплазме каждой клетке? Смотрите, здесь у нас не пресная вода, здесь у нас крутой соляной раствор. Уменьшится вся в концентрации. Здесь концентрация воды даже меньше, чем в цитоплазме. Что начинает делать в воду? Из цитоплазма убегает. Из цитоплазма сюда. Растения погибнут не от того, что они получили слишком много соли. Соли не могут сами сюда пройти, пока их долги не провели. Вот этот процесс растения регулирует апельчин. Клетки просто потеряют лобу. Естественно, погибнут. Это был первый контрольный вопрос. Ну и теперь, да, кстати, в результате у солнечковых растений воды мало, это значит растворенных веществ, стоплазмы очень много. Согласны? Ага. А обязательно ли запасать именно геомы? Нет. А что еще можно из того, что вы знаете, хорошо растворимое запасти, чтобы получить ровно то же самое геомы? Сахар. Сахар. Здесь мы взяли и в клетке корней напихали огромное количество сахара. Так, стопится вот морякул сахар. Взяли сюда напихали. Воды здесь стало очень мало. В результате вода будет даже из крутого сырного раствора все-таки кефлет по низкой. Поэтому совершенно неожиданным образом у некоторых солнечковых растений в корнях вовсе даже не соли накапливаются, а что? Сахар. Сахар. В частности, это характерно для растений из группы маревая. А самый известный, самый важный для человечества представитель маревых – это сахарная свекла. Вот теперь понятно, почему в корнях у сахарной свеклы скапливается столько сахара. Это просто приспособление для того, чтобы взять в обувь даже из очень засоленной кучки. Ну а люди, когда выводили уже культурные сорта, отбирали те растения, которых не просто много, а сверху много сахара. А исходное – это вообще приспособление к жизни солнечки. Чтобы получить хорошее давление внутри клетки, какую разность в концентрации воды цитоплазна внешняя среда лучше иметь. Итак, задачка. Для того, чтобы получить хорошее давление внутри клетки, какую разность в концентрации воды цитоплазна внешней среды надо иметь. Величина разности – маленькая, средняя или большая. Чем выше разность в концентрациях, тем сильнее осматическое давление, тем более редко натянут. И здесь мы наталкиваемся на большую неприятность. Вот клетка. Чтобы она хорошо держала давление, надо в цитоплазме растворить безумное количество всего. Вот тогда клеточная стенка отлично натянется, и клетка будет хорошо держать форму. Но дело в том, что белки фермента реагируют или не реагируют на повышение концентрации определенных веществ. Реагируют еще как? У них будет просто заблокирована активная конформация. Поэтому можно ли взять и прям цитоплазму, но растворять всего, чего вам хочется? Большое пользование. Нет, нельзя. Поэтому, как сделано, отгораживаются мембраны, часть пространства. Вот здесь ни одного активного процесса нет. Ставим вот здесь транспортные толки. Которые все ферменты, которые помолируют, наружу транспортуют. Которые будут забрасывать внутрь этого мешка все больше и больше растворимых веществ. Если концентрация растворимых веществ в мешке повышается, что это делает вода? Вода пошла в мешок. Что с давлением в мешке? Увеличится. Увеличится. Мешок давит на цитоплазму? Да. Цитоплазму давит на плазмолема, плазмолема давит на клеточную стену. Повышилось давление внутри клеточки? Да. Повышилось. При этом мы повлияли на процессы, которые идут вот здесь, в активном цитоплазме. Или не повлияли? Не повлияли. Нет, не повлияли. Потому что концентрацию мы меняли вот здесь. А здесь у нас никаких регулированных процессов. Только давление есть. Да. А в результате фантастическая картинка начинается. Как по-вашему, какие вещества будут сбрасывать в уголь растительные клетки? Глюкоза. Ага. Скажите, пожалуйста, что вы скажете о человеке, который хранит помойное ведро в холодильнике? Ненормальный. На наши человеческие деньги, ну, абсолютно ненормальный ход. Так что одно дело отходы, и совершенно другое дело в работе питания. А теперь скажите, а молекулы запачкаться могут? Нет. Да, понятно. И чем же они запачкаются, извините? Нет. Ясно, что ни атомы, ни молекулы запачкать нельзя. А это называется вступить в химическую реакцию, а не запачкаться. Это, знаете, другой процесс. У-у-у-у. Да? Отлично. Поэтому что делают растения? Они в эту уголь скидывают все. Скидывают запасные питательные вещества. Вот то, что надо хранить. Скидываем уголь. И туда же, что будут скидываться? Отходы, продукты жизнедеятельности. Конечные отходы. У нас с вами уже у нас. Конечные отходы, их судьба. Что с ними будет? Каждый предмет. Удет на уровне. Должна выучить. Да, выделительная система для этого работает. У растений выделительная система. Что они делают со своими отходами? Заразовывается. Заразовывается в уголе. В чем различие между судьбой питательных веществ и отходов? Для питательных веществ есть транспортные пилки, которые работают вот так и вот так. Если активирована нижняя стрелка, что делает? Берем запас. Запасает питательные вещества или расходует? Запасает. А если активирована верхняя стрелка, то расходует. Клеска забирается от склада для своих жизненных процессов. Догадайтесь, как встроены транспортные пилки для отходов. Вольные туда-то завтра? А, только туда пускай? Только туда. Для отходов транспортные пилки работают только в одну сторону. А это значит, все отходы, которые плеска произвела в течение жизни, просто находятся здесь. Когда-нибудь они вернутся, так возможно. Нет, не вернутся. Чем-нибудь они мешают плеске. Нет. Ничем не мешают. Так? Хорошо. Ну а что дальше? Ведь некоторые растения, понятно, одноклеточная возраста или какая-нибудь, она всего-то живет от всего месяца. Ну или побольше. За это время еще много отходов не накопишь. Ну а какой-нибудь губ, который вообще веками живет. Ну и сколько отходов он накопит за жизнь? Влезут ли они вот сюда? Нет. Не, не должны влезть. Поэтому растение, эта штука очень интересно налажена. Так? Догадайтесь, какие клетки будут скидывать свои отходы абсолютно все живые клетки растительного организма. В уголе каких клеток? В уголе листик. В уголе листик. А листик в том, как это делать? Дело в том, что со временем что каждый листик делает? Опадет. Опадет. Вместе с листьями из растительного организма будут удалены отходы. А без листик в том, как растения? Еще раз. А с них предмет листик? Пример, перейдите, пожалуйста. Не совсем. Не те, которые их не вбаски. Приведите пример. Нет. Ребята, когда говорят о вечном, зеленом и листопадном растении, что имеется в виду? Что они имеют в виду? Вот и нет. Еще раз. Ну, все время меняют листик. Да даже не в том дело, что все время. Скажите, пожалуйста. Ну, вот в наших лесах или листья, кромут. Да? А падение листьев с дерева будет происходить когда угодно? С одинаковой вероятностью или нет? Нет. Сезон листа падает. В сезон, когда растение все более-менее сразу сбрасывает листья. Потом некоторое время стоит без листьев, потом вырастает много листьев. Берем вечное зеленое дерево, кофе, допустим. Или хакаво. Так? Значит, значит ли это, что ее листья вечные, и сколько времени растет дерево, столько живут листья. Нет. Да нет, не больше трех лет каждый лист. Через три года лист слетит. Какой лист? Только сделают они все одновременно или нет? Нет. Нет. Не существует ни одного момента, когда вечное зеленое дерево лишилось бы большей части листьев. Потому что сбрасывание листьев ведется по очередному. Вот как кель, да? А водоросли многоклеточные, они думают, как листьев нет? С водорослей вообще штука интереснее. Дело в том, что большинство водорослей это не растение никакое. Это пронисты. О них у нас с вами отдельный разговор. Нет, многоклеточные интересы. Так, Коля. Нам известно, что некоторый эукариотический организм состоит из полутора тысяч лет. Вопрос. Многооклеточный он или не многоклеточный? В его составе полторы тысячи лет. А много лет? Нет. Недостаточная информация. В биологии многооклеточными называются только те организмы, тела которых построены из разных групп специализированных клеток. Если вы просто собрали тысячу одинаковых клеток, одинаковых клеток и склеили друг с другом, получили коммунду. Это не многоклеточный. Это колония? Так вот, по определению тип протиста состоит из одноклеточных и колониальных организмов. У протиста не бывает того, что называется тканей. Настоящее растение ткани имеет обязательное. Группы клеток, которые специализированы под разные задачи. А у большинства возрастей нет ткани. Потому что, хоть делитесь, они никакими растениями. Конечно, уже есть специализированные ткани. В результате, большая центральная уборь только у тех клеток, у которых есть еще один органой. Это тот случай, когда мы с Тамарой ходим парой, с санитарой мы с Тамарой. Если есть большая центральная уборь, значит, наверняка у клеток что еще есть. Без этого она не просто бессмысленная, а смертельно опасная. Большая центральная уборь. Ее строение работ мы только что разобрали. Это значит, какая еще система обязательно есть у этой земли. Реактивация центрального уборя. Что с давлением? Давление возрастает. Если просто в клетке возрастает внутреннее давление, почему это приведет? Вы берете воздушную, а она взорвется. Почему в данном случае это не происходит? Потому что защитная волшебная. Как называется? У нее имя есть. Ребята, в очередной раз говорю, если вас интересует наука, учите термины. Без этого не бывает. Как называется эта защитная волшебная? Клеточная стена. Клеточная стена. В результате надо установить. Мы с вами чем занимаемся? Я стараюсь дать вам основания к тому, чтобы не просто зазубривать, что у кого есть. А понимать, как одни особенности связаны с другими. Если есть центральная руководителя, это значит, хоть вы делитесь, есть клеточная стенка. И наоборот. Если есть клеточная стенка, то для того, чтобы хорошо работать, что должно быть? Центральная руководителя. А теперь понятно, почему в наших с вами телах, в телах животных, не бывает центральных руководителей? Почему? Потому что у животных нет клеточной стенки. Все, приехали. Так, вот это первый тип уголи, большая центральная. Второй тип уголи вы тоже можете знать, начиная буквально с младшебного. Пищеварительное уголи. Пищеварительное уголи некоторые клетки нашего тела вполне себе умеют образовывать. Допустим, клетки охотники в умной системе, часть лейкоцитов, это профессиональные охотники. Которые лимфоциты и лимфоциты. Не, не, не. Лимфоциты это фабрики, это химические комбинаты. В лимфоциты это химический комбинат по строительству антител. Нет, Т. Ну, даже с Т лимфоциты немножко не так. Вы про такие клетки фабрики, слышали? Фабрики, да, они лимфоциты, они охватывают клетки фабрики. Только не лимфоциты ни в коем случае. Лимфоциты этого категорически не умеют делать. Ребят, фагус, с греческого переведите. Почему это клетка охотники? Фагус пожиратель. Фабрики, клетки пожирателя. Ну и кого они пожирают? Они пожирают. Прежде всего бактерии. Плюс к этому. Какие-нибудь поломанные детальки нашего собственного организма. Да, тоже отличные. На самом деле, когда вы говорите про себя, я хочу, я пошел, я думаю, то вы подразумеваете, что вы такое единое существо. И вам никогда не придет в голову, что каждый из нас это гигантский зоопарк. В котором находится, ну я не знаю, огромное количество самостоятельных, но связанных друг с другом живых существ. В частности, каждый покажет, а он живет примерно так же, как одиночная амеба. Амебы, это такие протисты, относятся они к группе царкодовая. Главная особенность протиста этой группы, умение образовывать вот такие выступы. Влажноножки. Влажноножки. Или псевдоподия. То есть они с вами перетекают, меняют форму постоянно. Если помните греческую липологию, был там такой персонаж Протей. И Геракл во время совершения своих подвигов как-то с ним пересекся и намял на убака как следует. Протей чем был славен? Он умел превращаться в кого угодно. То в пламя, то в волну, то в льва, то в камень. Но Геракл было таким простым образом не поймать. И он ему каждый раз вмазал как следует в любом его состоянии. Так вот, самая типичная амеба, та, которая обычно проходит в школе, как раз и есть амеба протей. Амеба изменчивая. Она постоянно меняется в отходу. Хорошо. Как живет такая власть? Самое интересное, что по идее мы с вами дожили до момента, когда мы можем взять и достаточно сложное событие среди живых организмов, взять и расписать до молекулярного уровня. До уровня взаимодействия между молекулами и вещами. Ясно, что это всегда крайне упрощенная схема. Но принцип вы сейчас понять уже можете. Итак, есть у нас такая грибка. В ней все органоиды, вот ее клеточная мембрана, узмолема, внутри ядро, в котором находится ДНК, все генетические информации. В любом живом организме действовать надо? Есть надо. То есть надо откуда-то получать органику. Фотосинтезировать она не умеет. Это же значит, сама построить органику из неорганики не может. Надо получать органику в готовом месте. Предлагается, как будем конструировать эту клетку, чтобы она могла хотя бы отреагировать на появление органики где-то вокруг нее. Но рецепторы по ножкам. Отлично. Да просто на мембране. Везде. Итак, ставим белки рецептора, вот так вот равномерно, по всей внешней мембране. Рецепторы, которые активируются при взаимодействии с каким-либо, условно говоря, питательным веществом. А теперь вот здесь вот находятся некоторые пищевые объекты. Надо к нему поплыть. Подождите, разберем сейчас все по очереди. Скажи, пожалуйста, вещества, из которых состоит этот пищевой объект, хотя бы отчасти растворяться в воде могут? Да, конечно. Да, конечно. Разумеется. Итак, часть веществ этого объекта перешла в раствор, растворилась. А теперь давайте подумаем, как только они растворились. Они дефузировали. Они стали дефузировать. Как опишите направление дефузии для этих молекул? В каких направлениях будут дефузировать молекулы? Дальше. Все дальше от этого. По раввесу. Слово раввес для вас понятно? Да. Понятно, что здесь у вас максимальная концентрация этих веществ. А вот здесь вокруг. А здесь вокруг их нет. В результате все будет вытягиваться. Вот они, направление дефузия. Вот так. при этом температурное движение всех молекул направлено или случайно? Хаотично. Хаотично. Может ли какая-нибудь из этих молекул случайно залететь вот сюда? вот так. Но если мы посмотрим на всю эту амекулу. Скажите, пожалуйста, с большей вероятностью, с какой стороны рецепт трактор сортилированной. Он стоит герой. А почему? А потому что оттуда летят. А потому что здесь концентрация этих сигнального вещества выше. Ведь дефузия доведет из зоны более высокая в зону более низкую. В результате здесь концентрация сигнального вещества выше, чем здесь. Со стороны пищевого объекта. Отлично. В результате у нас с этой стороны активировалось больше рецепторов, чем с этой стороны. Здесь единичные тоже могут быть активированы, но большая часть у здесь. Активированный рецептор во что превращается? Фермент. Фермент. В результате в зоне активации рецепторов пошли определенные ферментативные процессы. К чему приведут эти процессы? К изменению информации. Нет, все очень просто. К активации киназа. Помните, что такое белочек киназа? Да, он двигается к церкви. Белок, который не шагает. Церкви двигается в клетку. В результате в какой части клетки киназа будут активированы в большем количестве. Ближе к объекту или дальше? Ближе. Ближе. Киназа начали выдвигать стержни цитоскелета. Форм изменилось. А цитоскелет взаимодействует с внешней мембраной. Что у нас с этой стороны начало образовываться? Выступ мембраны. Поехал. Ну а поскольку объем-то у амебы остается постоянным, если мы здесь сделали выступ, это значит, с противоположной стороны она просто подтянула и часть клетки. Можешь вопрос? Да, конечно. А вот если с той стороны тоже бактерия находится на королеве. А, хороший вопрос. Скажите, пожалуйста, с какой вероятностью строго одинаковое количество молекул подойдет и от первой бактерии, от второй? Да, ну очень здесь ведь важен не сам как наличие или отсутствие, а то с какой стороны больше. То есть дельта, как всегда, для логии важна. Разница между левым и правым, верхним и нижним. Хорошо. Итак, пошел он ближе. Ну и скажи, чем дело кончится? Дойдет до. Дошла. Ура. Дошла. Ну давайте я не буду перерисовывать большую клетку, а наоборот представим себе, что-то она шла, 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 шла и пришла, да? То есть теперь у нас пищевой объект вот так. Давайте его скинем. Вот он. А мама, хороший вопрос. Как есть будете? Делайте. А пожалуйста на молекулярном уровне. Как это клетке удается захватить этот объект со всех сторон? Это такие какие-то Я просто должен увеличить проознавшую ручку, но вопрос внутрь себя дойдет. Ваусь, скажите, пожалуйста, где концентрация веществ растворившихся от пищевого тела вот в данный момент самая высокая. Так, это тело. Ясно, что вот в этой зоне. Ясно, что она многократно выше, чем в этой, в этой. Мы уже, считай, приезжались, да? Это значит, где будет активировано самое большее количество рецепторов. Именно здесь. Это значит, куда двинутся ужноножен. Вокруг. Вокруг. Понимаете, зачем это делать? Для того, чтобы вы наконец получили возможность избавиться от ваших представлений о том, что базовая биология, базовая, подчеркиваю, биология, строится на том, что кто-то что-то хочет. Никто ничего не хочет. Есть вполне себе физические химические действия. Клетка не может хотеть захватить объекты. Она вообще хотеть не умеет. У нее сознания нет. Более того, инфректурных программ у нее нет просто по определению репресса. Таким образом, что мы получим? А мы получим чисто автоматический процесс вот такого охватывания по одной простой причине. Здесь максимальная концентрация данного учеба. Здесь максимальный процент активирующих рецепторов. Именно сюда будет смещаться к русским декорам. Чем дело закончено? Перевариваем. Левая и правая вырастом сомкнутся. Что будет с мембранами в точке смыкания? Солью. В результате мы получили вот такую мембранную упаковочку, внутри заключен пищеварительный объект. Вот это и есть пищеварительная упаковка. А вот этот процесс захвата пищевого объекта за счет образования всем годин называется фагоцитоз. Фагоцитоз. захват пищевого объекта за счет образования псевдоподий. Вот эти вырасты ложноножки псевдоподия. захват пищевого объекта за счет образования псевдоподий. Вот это вот это вот это псевдоподия вырасты изменившие формы которые образуются клеточные мембраны. А результат фагоцитоза образования вот этого мембранного шарика. Как он будет называться? Мембранный шарик внутри который пищевая или пищеварительная буквы. Вот он номер один пищеварительная буквы. За счет фагоцитоза мы ее образовали. Если вы думаете что задача решена то чертов два. Это только начало. Скажите пожалуйста как называются вещества находящиеся внутри клетки? Цитоплазма. Скажите пожалуйста пищевой объект внутри клетки или во внешней среде? Внутри. В внешней среде. Конечно во внешней среде. Вот здесь что находится цитоплазма? Вот здесь да нет конечно а где находится внутренняя среда клетки а вот за стенкой пищеварительного кожи. А нам пищевые вещества где нужны? Цитоплазмы? Да. Цитоплазмы. Хорошо втянули в себя пищевой объект. Как теперь перебросить его вещества цитоплазмы? Не дай Бог просто запрах и запах скажите пожалуйста эти питательные вещества это те же самые белки сахаран углевая кислота что в теле амир другие как в нашем примере с курицей вы три дня подряд ели были на окорочках на четвертый день вы должны закуда начать нести яйца и покрыться пеньеми почему потому что в курице куриные белки куриные белки все процессы внутри организма определяются ручки надо мембрану выделять когда она запахила она начинает пищеварительный сок который все перевалит правильно что это за пищеварительный сок кто выделяет а главное бактерии ребят только что с вами разбирали что такое диктеосома вот висит диктеосома часть аппарата в диктеосоме хранятся самые разные вещества а диктеосомы могут отделиться маленькие пузырьки визикулы заполненные этим веществами и дальше куда-то поехать как называется визикулы заполненные гидролазумы пищеварительные ферменты как называются визикулы визикулы отлично здесь образовался пищеварительный упор от ближайшего диктеосома отделяется визикулы с пищеварительными ферментами и куда ел сюда ел по цитоскелету пузыречек доехал сюда врезался в стенку и потом активация пищеварительных ферментов в этом объеме приведет к началу разложения полимеров на мономеры но они все равно пока теперь все уже нужно отдельная аминокислота простые сахара но теперь они же все-таки вот здесь внутри мембраны а нужна они для а нужна пузырьки образовываются как отсюда перебросить через с помощью белков транспортные белки стеночки мембранного пузырька транспортные белки которые будут захватывать молекулы полученных мономер и загибнуть их цитопозу вот оно переваривание вещества которое происходит внутри клетки внутри переклеточное пищеварение припога вступна идея пересна идея пересна ну третий тип вукове сократительное вукове поскольку у нас с вами ее не бывает то разбираться с ним не настолько обязательно не нужен его вукова